Доброе утро, дорогие мои! Это опять Норман Грабовский, это опять канал Охота и Рыбалка. Прибалтийская зима. Ну, такое зима-лето, лето-зима у нас. Ситуация на данный момент какая? В начале ноября стукнули большие морозы. Большинство водоемов замерзло. Выпал снег там по 30 сантиметров, но это продержало все неделю, может, дней 10. И вот началась, опять пошла теплая погода. Вот сегодня ночью было 7, плюс 7. Сейчас вот уже где-то плюс 7, плюс 8. Все стаило. Вот где-то еще какие-то остатки снега. Можно видеть, ну, в городе тут, скажем так, быстрее все тает. Но ситуация для рыбалки практически катастрофическая. Все. Если смотреть так, вот разделить Латвию, есть Рига посередине, тогда все, что в сторону Эстонии, России, там, Белоруссии, все еще замерзшее. Ну, в реках, опять-таки, начинается, очень резко поднимается вода, муть, половодья, несет траву, несет льдины, озера, все замерзшие. Ни на лодке, ни в реках ничего не половишь. То же самое в другую сторону, в сторону Литвы. То же самое снег-то стаял. Дожди, когда пришли каждый день. Сегодня нам с погодой повезло очень хорошо. И, в принципе, мы вчера были на рыбалке, за 2 часа поднялась на 20-30 сантиметров вода. В принципе, ну, невозможно ловить. И вот ситуация такая, что, хочешь не хочешь, приходится ловить в реке, главной реке, которая, Даугав, двина, которая идет через Беларусь, начинается в России, идет через Беларусь, вот, и еще по всей длине Латвии. Ее регулирует течение, и все регулирует три больших ГЭСа. И, соответственно, в низовье, где мы сейчас находимся, уже ниже Риги, уже между Ригой и морем, там расстояние небольшое, единственное место, где можно половить нормально белую рыбу. Ну, не рискуя жизнью, там, идя на вот такой трехсантиметровый лед, и так, чтобы вот что-то поймать, ну, к сожалению, ситуация такова, что придется вам со мной сегодня ловить рыбу, ну, не совсем в природе. Как бы есть камушки, есть трава, есть, ну, нету, нету этой таинственной тишины природной, нет этого большого наслаждения от того, что там шумят сосны, ели и поют вороны. Зато есть рыба, есть, опять, совсем, ну, совсем-совсем другая. Я в этом году даже вам такую рыбалку не показывал. Я не против, я не против этой городской рыбалки. Совсем другое общение, другие, когда сидишь от там, ну, плечо от плечо, там, метр, полтора метра, такие вот, мы нашли старую баржу, которая заякорена, потом она очень успешно стоит, там, где мы сидим с Владиславом, там уже под 7 метров глубины. Ловить будем мы с маховыми удочками 8-метровыми. Ловля интересная, просто интересная. Есть вещи, которые в других условиях я вам показать не смогу. Потому приглашаю вас на маховую рыбалку в очень интересных условиях. Обещаю, что рыбалка будет интересная, рыбы будет много. Мы сидим оба с 8-метровыми удочками, кормим где-то посередине. Я взял ориентир, ну, и, в принципе, кормим только концы удочек, ни сюда, ни дальше, ни ближе, потому что течение может очень, не знаю даже от чего, оно крутится. И пока особенно большого течения нет, то мы можем просто спокойно, то можно держать поплавки, но они так... Вся мысль такая, что рядом сидя, кормить две точки нельзя. Это зачем друг у друга отнимать рыбу? Это одно покормление. Второе, как здесь, что каждый день здесь кто-то ловит. Место популярное. И, в принципе, сколько открытой воды, тут кто-то ловит. Но обычно, конечно, кормят какими-то кашами, но рыба здесь привязана. Приехать в такие популярные места и начинать бомбить... У меня же есть ведро прикормки, я сейчас его выброшу. Это самая большая ошибка, какой... О, ведь рыбу вытащим. Какую можно сделать, потому что... Ну, кто-то там, ну, такой, на границе. Ну, потому что рыба здесь ходит, ее не надо покормить, ее надо просто привлечь к своему месту. К своему месту притянуть, поставить для себя. Своей прикормкой, вот тем, в прикормке обязательно должно быть то, на что ты будешь ловить. Ну, классика-классик, там ничего нового, ничего такого сложного, но главная задача вообще в рыбалке, а в маховой, тем более, сконцентрировать рыбу вот точно там, где выловить. Потому что маховая удочка, она же как... Ты особо дальше не кинешь. Ну, надо... Ловишь всегда на одном... Идеально, ну, на одном расстоянии. Только надо все очень продуманно кормить. Продуманно. Лучше чуть-чуть не докормить, чем перекормить. Одно, две, вот такие вот берешь. И так как у меня, как всегда, земли больше, чем три раза, чем при кормке, это сильно не сжимает. Просто вот так, чтобы долетела. И хоть до половины... Течения сильного нет. Хоть до половины глубины, то есть до каких-то 4-5 метров, она более-менее целиком утонула. Подлещичек, ну, есть совсем мелкий. Есть такие, ну, до полкило. Но они есть. И с ними интересно. Они... Нельзя сказать, что они не смотрят, что они едят и как они едят. Был под самого... После рассвета, оно только-только нормально расцвело, была такая активность, все вот ловили. Но это длилось, как всегда. Такой утренний жор длится там полчаса, может быть. А потом он становится все на свои места. Он на прикормке крутится. Инстинкт-то его тянет. Он там... Зачем уходить, если там есть еда? Ну, не хочу сейчас, потом съем. И он там крутится. Не так, чтобы вот стоять на одном месте, вот не двигаясь. Он там вот крутится, подойдет. Вот есть такая чудо-рыбка. Подойдет. Сразу вот потом тишина. И понимает, что подошли чуть-чуть покрупнее. Обычно, привычно, что закинул на леща и сиди. Это на леща. Когда лещ крупный. А когда ловим вот такого подлещика, подлещику очень нравится движение. Тем более, у нас тут глубина 7 метров. Прикормка падает. Она не камнем у меня. Она падает, там что-то отделяется, там какие-то частицы всплывают. Там процесс происходит. Соответственно, рыба стоит в разных слоях. Она может подняться и на метр, и больше, и опять опуститься. Все зависит. Каждый шарик, как ты там его... Как ты его зажмешь, так вот... Опять куда-то сел. Так вот и поведение рыбы. Ты можешь поднять рыбку повыше, если нет течения. Если хочешь ее там чуть-чуть как бы собрать больше комок, сделаешь тогда прикормку менее твердую. Такую же тяжелую. Чтобы она быстрее разбивалась, она будет, если нет течения, то она, по-любому, будет медленно парить, и рыба соберется издалека, еще увидит это. Можно, если есть течение, можно сильно зажимать шарики, и чтобы они утонули, и работали только со дна. Соответственно, пойдет чуть дольше время, пока рыба подтянется. Она подтянется по-любому. Потому что... Особенно, если есть кормовой мотыль. Ну, как? Это же подлещик. Это молодой лещик. Как он может не подойти к мотылю? Не может. Не значит, что его там надо килограммами. Нет, но он должен быть. Чуть-чуть-чуть-чуть. Ну, там, если есть кормовой, кормовой всегда дешевле. Ну, там, тогда можно взять чуть-чуть больше. Ну, и то, на рыбалку там 200 грамм кормового. Это вот на день. У нас вот на двоих, на двоих, на целый день рыбалки уйдет 1 килограмм прикормки. 1 и 3 килограмма грунта. Ну, и, соответственно, грамм-грамм 100 мотыля. Чуть-чуть опарышанную, чтобы было прикормки, и все. Мы ловим 3-4 грамма поплавками. Ну, это Владислава хорошенький опять какой-то. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Ну, вот нюансы такой бетонной ловли, скажем так. Подсак на длинной ручке должен быть всегда и всегда. Потому что поймать рыбу, чтобы она клюнула, это только пол дела. Еще ее надо и поднять. Каким-то образом. Опа. И без помощи подсака это сделать, в принципе, невозможно. Апыкновенная телескопическая ручка. Тут никаких суперлегких, супер каких-то дорогих не надо. Погода меняется. Ух ты, йо-о-о. Йо-о. Как это так? То ли в бок кого-то. И чем сегодня интересно, вот как бы я думал, что будет... Ну, рыба она и была, она активна довольно-таки. Ну, мелкая это, к сожалению, этого года нюансы. Активно мелкая. Но очень много как-то вот цепляется, смотрю, у нас и у соседей. Где-то за плавники, где-то за бока. То есть она есть, ее инстинкты притянули. Ну, кушать она как бы вот так, как нам хотелось, не хочет. Это только даже интереснее. Она-то даже это интереснее. У меня тоже точно такая у размера голова. Владислава тоже. Не наша голова, а подсака голова. В принципе, небольшого сравнительного размера. Всегда спрашивают мужика, если берут подсак, значит большой такой. Чтобы, не дай бог, не было в ситуации, что не влезает. Я в своей жизни могу вспомнить, наверное, два-три случая, когда рыба не влезала подсак, когда я ее хотел туда. Это были карпы, это были... Но с лещом у меня никогда такого не было. И как в данных условиях, когда под нами такая глубина, и здесь чисто осенняя ловля. Осенняя, зимняя ловля. Когда и морозы бывают, и даже немаленькие морозы. И у маховой удочки минусов нет. Поплавок стационарный никуда не скользит. Соответственно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, сквадик, сквадик, сквадик. Поспешил. Соответственно, ты можешь работать любой минус. Ну, пока не обмерзает полностью все. Можешь работать любой минус. Это один большой плюс. То, что ты... Если течение ветер дует, ты можешь держать все равно, легче держать на одном месте. Поплавок, что совсем немаловажно, потому что зимой рыба, белая рыба, движение в насадке в сторону, по течению, очень не любит. Если летом она с удовольствием бежит за насадкой, то сейчас точно никуда она не захочет побежать. Особенно уже под лещикой. Да, его там на месте можно подыграть, где-то удочкой поднять, чтобы он медленно играл, но на месте. А так как вот если течение где-то, то и поклевки у под лещика вот такие, что ребята-фидеристы садились рядом, и просто на фидер эти поклевки не видно. Он не заглатывает. Редко какая рыба заглатывает, даже если баловаться совсем-совсем маленькими крючками. Хотя на рот ловит и на перловку, и на опарыша, и на все, но в принципе все-таки мотыль работает лучше. Речь о чем? Маленькая голова, подсака, она удобнее, ей намного легче управлять. С такой вот стандартной голова, туда можно спокойно трехкилограммовый лещик ложится только так. Даже если его брать вот просто снизу. А на ветру, на течении маленькой головой управлять намного легче. Да, уже чувствуешь, когда тянешь, что это не под лещик. Вот вичка. Монтаж удочки самый простой, маховый. Пока, без особенностей, скажем так, чтобы... Иногда, но все равно в интернете вы часто задаете вопросы, почему у меня путается, то есть у вас путается оснастка маховая. Там есть не так уж и много вариантов. Один вариант, когда подпасок слишком большой. В данном случае у меня, у Владислава, то же самое, что основные груза. Ну, у меня где-то на 25 сантиметров выше подпасков. Ну, и пока поводочек тоже такой сантиметров на 20. Хотя это все условно здесь. У меня из этих 20 сантиметров, где примерно, ну, я бы сказал, сантиметров 10-12 поводка лежат на дне. Если они опускаются. Но я допускаю, так как там вода крутится, то мотыль на дно опускается, ну, не всегда. Но часто бывают вот ошибки, когда ставят слишком большой подпасок или же забрасывается все кучно. Маховая удочка, самый простой способ избежать каких-то захлестов, что маховая удочка, не зря название маховая, ей надо махать. Не надо стыдиться этого заброса через голову. Эта снасть, она идеально прямая. Идет и так и ложится. Вот крючочек идет вперед, вот так вот, и все ложится, и нечему путаться. Но вот когда большая глубина, и такой заброс не нужен, вот как мы сейчас ловим на... О, когда вот мы ловим не на всю длину лески, то после заброса надо сразу поплавок кидать на воду нельзя. Надо чуть-чуть дать грузам утонуть, чтобы все не ложилось вот кучно. Если будет все кучно, то будут какие-то перекрестки, какие-то нужные вещи, которые просто отнимают время рыбалки. Время, которое мы могли бы посвятить самому процессу ловли. А мы там что-то вяжем, что-то делаем. Зачем? В Латвии маховая ловля не очень популярна. Ну, потому что, скажем так, мест, где можно всегда ловить вот махом, тоже не очень много. И довольно-таки много мелких речек, мелких озер. И там удочка с катушкой более универсальная. Но вот как здесь, то махом, конечно, ловить это одно удовольствие. Ну, вот, и чтобы вот таких вот подлечечков, ну, в этом где-то 100-120 грамм. И, чтобы таких не брать всех под саком, мой совет, ну, пока это не надо для клева. Не сразу, скажем так, не начинать с самых тонких лесок. Ну, у меня основная леска 0,16, поводок 0,12. Ну, 0,12 уже можно поднимать. Такую, ну, сколько вообще тут удочка позволяет, там, до грамм 200, если успокоиться, можно поднимать. О-о-о, густер. Густер. Если ветер какой-то встречный, это лучше кинуть и чуть-чуть потянуть к себе ближе, чем снизу где-то пробовать, где-то, если неудобно, что-то, что-то где-то, ну, зачем? Привилегия маха. Взял и махнул. Мах надо, вот, когда ловишь под лесчика, надо перекидывать, приподнимать, проверять довольно-таки часто. Потому что рыбе нравится погружающаяся насадка. Когда сидим на крупном лесчика, там надо это выжидать. Это 5 минут иногда, 7 минут, чтобы поставить, и иногда 10 минут, чтобы на дно. Но тогда мы и кормим чуть-чуть по-другому. А тут под лесчик. Под лесчик, хоть и лещ маленький, но ведет себя чуть-чуть по-другому. У него, он более активный. Ему нравится, он может стать и пол воды, идти навстречу, идет от нас в рекормке. Особенно вот как здесь, как бы насадка на дне, но течение там вот так, как миксером, где-то, как-то крутится по чуть-чуть. Оно не очень сильное, но оно есть. И приподнимая насадку, во-первых, проверяешь, не взяла ли рыба и просто не стоит ли. И, во-вторых, приподнимаешь насадку, чтобы она опять, это на какие-то, ну, 15-20 сантиметров приподнимаешь, и опять насадочка легонечко опускается. Есть нюансы. Ну, в принципе, надо, надо покармливать. Уже то, что после шаров сразу нет всплеска активности рыбы, говорит о том, что рыба не очень, не самая активная. Потому что, ну, это, правда, по плотве больше, но хотя по подлесчику тоже самое наблюдается. И когда хороший клев, кинешь чуть-чуть прикормки, и там сразу такие первые 5-10 минут, такие поклевки, такие все происходят. Ну, вот так вот. И я прервался на мысли о том, что мах надо, вот когда ловишь подлесчика, надо перекидывать, приподнимать, проверять довольно-таки часто. Со стороны может выглядеть, что все время подсекаешь, потому что, ну, ты тут приподнимаешь таким, ну, не подсекающим движением, ну, и не совсем так вот медленно. Что меня больше всего радует, что мы не едины своей любовью к такой рыбалке. Ну, вот, нравится мне посидеть вот так в кучке. Этот товарищ с разбегу все съел, все спутал. Вот вещи, которые иногда мы забываем. Маленькая, я посмотрел, своя штучка. Но как она выручает? Можешь не делать хирургические операции, а просто вынимать крючок из рта за секунду. Вот, появилось течение, и довольно-таки сильно начинает тянуть в лево. А как я уже говорил, что рыба здесь не хочет бежать никуда. И вот она там стоит, кушает. Течение не хочет никуда она идти. И есть одна маленькая фишка, вот, которую мы здесь всегда применяем. Огружен поплавок, ну, по, так, ну, тютельку в тютельку. Но, у нас весь поводок, ну, большой, хоть пол поводка лежит на дне. А мы поставим сейчас вот какой-то 0,2, 0,2, 0,3 грамма дробиночку. Поставим мы ее 20 сантиметра от крючка. И она никак не будет влиять на огрузку поплавка, но зато она будет держать насадку в дне. Ну, течение, оно все условное, но насадку поднимает. И чем поплавки увеличивать не надо. У меня 3 грамма поплавок, у Владислава 4 грамма. Как бы этого хватает. Но поводок, соответственно, чтобы он лежал, все-таки продолжал лежать на дне. Потому что рыба привыкла к течению. Она-то там, ей это течение в одну, в другую сторону, ей это без разницы. А подниматься она не хочет, потому что прикормка у нас тяжелая, она лежит на дне. Есть какие-то моменты, когда рыба идет навстречу, но это только сразу после докорма. А это позаимствовано с зимнего поплавка. С зимнего лещевого поплавка. Точно та же система. Чтобы показывать подъем, мы же ставим 2-3 сантиметра от крючка дробиночку. Вот, вот, то же самое. В спорте запрещено перегружать поплавки. А в любительской рыбалке никто ничего этого не запрещал. Нам надо фиксировать дно. Мы его и фиксируем. А вся луна точно такая же. Пустил и медленно опустил на дно и придерживаешь. И все. Поплавок стоит так же, как он стоял. Просто ты его придерживаешь, чтобы течением его не вытянуло под воду. И все. А зато каждый микро подъемчик отлично видно. Вот, клюет уже так, что как под сак берешь, так... Вот так и рыбка освобождается от крючка. Но особо скучать тоже не получается. Ну вот, как вы слышите? Думаю, что на этом красавце мы можем этот день и завершать. Я думаю, что день удался. И надеюсь, что мне удалось показать вам, что не так страшно эта коллективная рыбалка, как некоторые при нее говорят, что там удовольствия никакого. Я вообще не вижу, что вокруг. Я вижу свой поплавок. Это рыбалка. И, ну, если рыба здесь, значит, ее надо здесь и ловить. Ну вот она, сегодняшняя рыбка. Я думаю, что совсем неплохо. Красота. Вот такая рыбалка у нас сегодня получилась. Я думаю, отменно. Махалочкой. Ну, на 2-х килограмм, ну, не знаю, 25. Плюс-минус 2 ведра. 25 литров, 17 литров. Удовольствие. Во! И не надо никаких... Никакого леса. Ничего. Так что, это был Норман Грибовский. Это был канал Охота и Рыбалка. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова